Новая Зельда Миазмы стали ощутимее Это подземелье гораздо глубже, чем я думала Надо быть на чеку Зельда, принцесса Хайрула Ну, наконец-то! Наконец-то Линк снова путешествует Подземелье замка Хайрула В общем, Зельда нас сюда затащила И отсюда выбраться мы не можем То есть, если я захочу туда сбежать, Зельда скажет Какого лешего, Линк? Я принцесса, ты должен меня защищать Я такой, ну, ок, ладно Я же не свободный эльф Пойду тебя защищать Обрати внимание, сколько у меня сердец У меня тойва куча этих сердец Просто слева вверху То есть, я очень здоровый бычара Конечно же, со мной Мой дружелюбный, лучший, верный друг Высший меч Вот он И, как мы поняли Сюда мы пришли, потому что Сейчас Зельда нам, в принципе, расскажет, почему Очень многие заболевают после контакта с миазмами К счастью, их тут мало, и мы в безопасности Но непонятно, почему они появляются из-под замка Хайрул Мне тоже ничего не страшно с тобой, Зельда Так что пошли вдвоем Поглубже, самая недра зла Выковыривать его оттуда Так, меч засветился Линк Чего? Высший меч Изгоняющий зло Меч реагирует на что-то Кстати, напоминаю, что высший меч умеет разговаривать с Линком Как я и подозревала, здесь что-то есть Эта часть замка была заброшена с тех самых пор, как было заточено бедствие, опустошившее Хайрул Я и не представляла, что здесь скрыто что-то подобное Линк, давай будем осторожны Да ладно, осторожность, это второе мое имя А свет, факел только у Зельды, да? Зельда, давай, Шуру, быстрей Принцесска Так, освети Линк, смотри, что здесь Груда камней Что здесь еще может быть? Это руины Я только говорю, это груда камней Она говорит, это руины, оставленные древними А это что, похоже на слова? Неужели это тоже следы цивилизации Зунаи? Так, пришли в пещеру, нашли какую-то цивилизацию, обалдеть Все это место Мы сейчас наткнемся на какое-то реально большое зло по-любому в этом месте Это резьба А, нет, он светится А когда я его убираю, то он не светится Странно Что это там? Древние статуи Интересно, статую Ваяли с настоящего Зунаи? То есть ты хочешь сказать, что вот эта Зунаи Это даже не человек Какие же у них длинные уши? Они не очень похожи на нас, правда? Ну да, вы хоть и эльфы, но у вас суши поменьше А все-таки Как руины небесной цивилизации оказались погребены глубоко в подземельях замка? Да, напоминаю, что мы под замком Хайрулом находимся вообще-то И вот этого всего раньше они не могли найти никак Что очень подозрительно Кажется, там дальше еще что-то есть Идем, Линк Пойдем уже, хватит тут это Музейные экспонаты разглядывать О, темнота какая Достану-ка я меч на всякий пожарный О, мышки, привет Разомнусь-ка я А то скукота какая-то Ты как, Линк? Я не умею разговаривать Эти фрески В древних книгах По истории королевства говорится О великой войне против короля демонов Случившейся когда-то давным-давно Быть может Эти фрески О ней Это похоже на статуи, которые мы видели Занаи А вот тут хайлийцы Как мы с тобой Если верить этому То получается Занаи спустились к нам с небес Говорят Мои предки, которые основали Королевский дом Хайрула Произошли от богов Пришедших с неба Если верить фрескам Этими пришедшими с неба божествами Были Занаи Они заключили Союз с теми, кто жил на поверхности И вместе с ними основали Хайрул Но появился злодей И отнял у королевства Великую силу Да, это соответствует тому, что описано в книгах Итак Был рожден король демонов И состоялась битва, чтобы победить его Если здесь Изображен король демонов То это значит Невероятно Это действительно Великая война Из древних книг Здесь изображена Вся война заточения Линк Это же великое открытие Пура Сделала его для меня Сейчас он очень кстати На него можно снимать Такие вещи Ну вот Остальные фрески Завалила Что же это за место? Думаю, ответ мы еще узнаем Идем дальше Линк Да пошли, конечно Мы же с тобой бессмертные Подумаешь Какого-нибудь сейчас Бога войны Встретим здесь Так Миазмы Смотри, как их тут много Их все больше и больше Мы сейчас На такое Наткнемся Что потом Жопы будут гореть Ты где там? Мне одному страшно Ты идешь? Эй, Зельда Бежит Но медленно Черт, блин Тут как будто уже Тут как будто уже Знаешь это Рыли туннель Кроты Это уже не пещера Хотя кроты тоже пещер Руют Офигеть Это что такое? Что это такое? Зельда Ты знаешь, что это такое? Невероятно Давай посмотрим, Линк Но, наверное, лучше Осторожно Я бы вообще туда не ходил На самом-то деле Ладно, давай не пойдем Да-да, я пошутил Хотя, может Давай свалим, Зельда Да ладно, ладно Тут можно спуститься по лесенкам Да, и вот Ну давай, я спущусь Что это? Дорогая Мои сердечки! Линк! Так это сокрушитель зла. Он сломался от одних моих ниазмов. Зельда. И ты с мечом-сокрушителем зла, Линк. Раурус только в тебя вложил. И всё без толку. Откуда ты знаешь наши имена? Раурус. 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 Белорус. Раурус. Раурус. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ты потерял руку, и чтобы спасти тебя, я заменил ее этим. Ну вот, я снова все просрал, и снова я начинаю с трусов. Ну, хотя бы руку мне как-то пришили, да, потому что свою я реально тоже, ну, я сожрал вот эту вот красную фигню. Берем меч, который тоже просран, просто капец как. Ну, от него ничего не осталось, по большому счету. Миазмы тоже его сожрали. Вообще, я удивлен, откуда у мумии, у мумии, которая только что воскресла, такие мощи. Она смогла полконтинента в небо поднять. Ну ладно, не пол, какие-то частички, но все равно. Поврежденный высший меч, и что мне теперь с ним делать, у него атака всего один. А, иди руби леса, типа. Ну ладно, пойдем рубить корни деревьев. Ну, короче, я к чему? Представь, какой силой будет обладать эта мумия, когда она восстановится. Она же восстановится. Это же, типа, самый главный злодей, наверное. Что это такое, портал, что ли? Ну да, походу, это портал. Куда-то. Или точка переноса. О! Механизмы заработали. Ничего себе! И это сделала моя рука. Круто. Слушай, а можно туда как-то запрыгнуть? А, ну там вода внизу. Я просто к чему? Тут же тайники могут быть, правильно? Подпрыгнуть вот так вот там, посмотреть что-то. Ну нет, там вроде ничего нету. И сундуков я тоже тут не вижу. Ладно, пойдем. Не пропустить бы чего-нибудь такого ценного. А то я же совсем голожопый, у меня ничего нету. И я скупнемся. На самом деле, это правильно. То, что все по-новой. А то, если бы у тебя был высший меч, куча сердец, так же было бы неинтересно, правильно? Правильно. Становление героя вновь, как говорится. О, как высоко. Ну давай попробуем прыгнуть. Вы не получите урон даже при падении в воду с большой высоты. Это хорошо. Это замечательно. А вот и первый сундук. Здорово. Давай его откроем. Старые сандалии. В смысле старые сандалии? Я вижу тут юбку и какие-то там лосины и сандалии. Ладно, надо бы одеть. Это хоть что-то. Это какие-то вещи. Поэтому давай, нацепляй. Надеть. Во. Снять. Ну да, видишь, тут юбка вот эта с сандалями. На древнего римлянина похож теперь. Ну что, замечательно. Одежда есть. Уже хоть что-то. Трусы прикрыли. Побежали дальше. Птички, птички. Ей. Не понял. Ёлки-палки. Я вроде как был под замком Хайрул. А теперь я наверху. Обзац. Прикольно. Смотри, Хайрул подо мной, а я над ним. Я теперь как бог. Вон там вулкан какой-то или это тоже миазма там из вулкана вылетает. Обалдеть, что это мумия натворило, да? Жесть. Ну ладно, что, прыгаем отсюда. Другого варианта нет. С ветерком. ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЬДЕ СЛЕЗЫ КОРОЛЕВСТВА Ну что, теперь мы будем летать? Опа! А еще можно приземляться в воду, как бомбочка. Как ядро. Блин, как мне не хватало этой атмосферы Зельды. Как все тут приятно. Музыка, вот это вот все. Вот эта графика, красота. Размыливание, да? Это Великий Остров. Мы сейчас на Великом Острове. Блин, мыло, мыло, мыло. Конечно, на свече не хватает мощи, чтобы вот графика была шикарная. Небовичок. Подняли гриб, который дает нам силы. Есть мы его сейчас не будем. Мы просто их соберем. Вот веточку еще возьмем. Ветка больше урона наносит, чем мой сломанный меч. Это печаль. Да, спасибо. Наверное, мы сейчас ветку и возьмем. Вот так вот. Меч сохраним. Может, какой-нибудь кузнец нам сможет его починить. Хотя, никакой кузнец его не починит вообще на самом-то деле. О! Ты кто такой? Здорово. Мне кажется, он хочет надавать мне звездюлей. Давай, уходи один на один. Один на один. Давай, давай, давай. Опа. Отскок. Лови ветку. Нади. А где твоя ветка? Где ты? Вон его ветка, смотри. Вон. Я твою ветку возьму. Эх, стырил его ветку. Ну, давай, давай, давай. Нифига себе. Откуда ты такой роботизированный? Что там в тебе было? Энергозонар. Загадочный элемент. И рок-голема рядового ГР-1. Я тут где-то видел яблоко. А, вот они. Вот они, яблоки. Надо пожрать. Вот теперь надо пожрать. Можно и грибочки соррать. Вот, еще веточку возьмем. Так, давай пожрем. Хава и яблоки. Надо восстановить здоровье. Сходим вот сюда. Там вот что-то есть. Это птички, палочки. О! Палка! Четыре дамага. Шикарно. Возьмем. Кстати, вот эту палку, наверное, мы выкинем ее, сломаем, а потом тупо возьмем. Крутую палку. Так будет правильнее. Ага. Куда теперь не пройти, но есть какой-то шлем. Уборщик. Я почему-то увидел в силуэте метлу. Ты кто такой? Нифига себе, роботизированный жираф с сережками. Чего ты вылупился? Я ждал вас, господин Линк. Принцесса Зельда кое-что для вас оставила. Да ладно, ты Зельду видел, что ли? Она жива? Это же... Мне велели сообщить, что это ценное устройство будет вашим путеводителем. Это же это, фотоаппарат Зельды, который Пура сделала. Это Пура Ншет. Пура Планшет, Пура Ншет. Ну ладно. Такое себе название. Этот Пура Ншет очень похож на Свитч на самом-то деле. Пура Ншет. Любимый аксессуар принцессы Зельды. Имеет много полезных путешествий и функций. Да знаем мы. У меня подобный был. Я передаю его вам, как приказала принцесса Зельда, господин Линк. Меня также попросили сообщить вам, что принцесса Зельда будет вас ждать в отмеченном на карте Пураншете месте. Вверенное мне послание передано. А где я? Это сад времени. А это храм времени. В далеком прошлом здесь проводились обряды церемоний королевства. Сейчас, как видите, это покинутое место. Куда давно никто не ходит. А вот это что такое? Ты мне расскажешь? Найти Зельду. Да, понятно. Этот жирафчик мне ничего не рассказал. А, кстати, как тебя зовут-то? Голем Дворецкий. Вот. Дворецкий. Все понятно. Воспользуемся этой штучкой. Ну да, короче, наша рука умеет взаимодействовать с механизмами. Прикольно. И это только начало. Она умеет что-то еще. Гораздо больше, чем просто открывать двери и выдвигать мосты. Кузнечик. Поймай, не поймай. Давай попробуем. Не успею. Блин. Вон еще один кузнец. Черт. Вот обожаю Зельду за то, что тут можно заниматься любой фигней. Ловить кузнечиков. Блин, вот тут еще кузнечик был. Косить траву. Собирать всякую ботву. Разбивать. Вот, например. Опа. Это опасно. Ты кто такой? Я тут пришел побомбить вот эти скляночки. А, сломал. Ну ладно, я возьму новую. Тут палка есть. Давай возьми палку. О, вы здесь в первый раз? Как бы да. Этот предмет у вас, это оружие, чтобы вас не застали врасплох. Големы-солдаты. Големы-солдаты? Это кто такие? Големы-солдаты отвечают за охрану этих земель. От наших создателей Заная. Они получили строгий приказ устранять всякого, кто пришел без разрешения. Вас они воспримут как угрозу. Боюсь, у вас не будет другого выхода, кроме как дать им решительный отпор. У меня есть для вас совет. Не знаю, пригодится ли он вам или нет. В бою важно держаться на расстоянии и нацеливаться на противника. Не машите оружием во все стороны. О, хорошо, спасибо. Если вы хотите потренировать нацеливание, можете попрактиковаться на мне. А, но только не нападайте на меня, пожалуйста. Ладно, не буду. Так, ну вот, я нацелился. Ну, в принципе, я и без тебя это знал. Что-то он больше не нацеливается, слушай. Во! Все, попрактиковались. Я вообще шел баночки тут разбивать. Вот еще яблоко. Давай возьмем. Потом мы где-нибудь пожрем. Спасибо тебе за практику. Ветку тоже возьму, я буду ими кидаться. Метать, кидать. О, здесь вот что-то такое. Осмотреть. Энергозонар. Возьмем. Видимо, пригодится где-то. Смотри, какой там змей летает большущий. Шикарно. Спрыгиваем. Так, жаба, 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 жаба. Иди сюда. Я тебя возьму. Ну, почему ты поплыл не в ту сторону? Жаба, жаба, жаба упрыгала. Эх, из жабы отличный бутсов вышел. Ну, ничего. Так, куда нам вообще надо? Походу сюда, да? О! Давай ветку возьмем. Ветку возьмем. И ее сейчас метнем. Опа! Ветку другую бери. И еще разок. Так, а теперь... Теперь возьмем вот эту дубину и попробуем наковылять ему. Так, он достал снова свое оружие. Но не успел ничего мне сделать. Шикарно. Короче, когда ты в них что-то метаешь, если у противника в руках какое-то оружие, оно выбивается. Я могу подбежать и забрать его просто. И все. И тогда противник будет обезоружен. И это круто. Это продумано в этой игре. Вот за это ее и любят. За всякие мелочевки продуманные. Что мы тут имеем? Кроме грибов тут что-нибудь еще будет интересное? О, вон туда можно сходить. Смотри, там развалины. Снова птица. Ты кто такой? Как тебя зовут? Птичка. Птичка. Я их, конечно, могу грохнуть и получить сырое мясо. И потом сготовить. Наверное, я этим и займусь. Подожди. Где у меня ветка? Мне нужно сырое мясо, чтобы сготовить какой-нибудь бульон. Мне потом это пригодится. Птички. Птички. Они все сдриснули. Ну и ладно. Так, смотри. А что так высоко? Я же туда не допрыгнул. Это слишком высоко для меня. Ээээ... Понятно. Ладно, пойду разбираться вон с теми чуваками тогда. Чуваки? У меня есть... Вон у того палка. Давай палку выпьем. Палку, палку, палку. Сигнал рублю. Так, так. Они камнями начали какие-то... Да ты другого выбери. Другую цель надо выбрать. Оп, оп. Надо выбить палку. О, да вас тут трое. Трое, 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 трое. Слишком много. Слишком много. Давай. Да, кидай в него. Так, выбили палку. Нет, не выбили палку. Он ее не захотел отпускать. Хорошо. Готов. Вот теперь выбил палку. Забираем ее. Длинная палка. Пригодится. Я не хочу с вами драться. Отошли от меня. Вот этого добьем. Готов. Ой, 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 ой. Тихо, тихо, тихо. Расталкиваем их, расталкиваем. Ничего себе как ты. А если я так сделаю? Смотри как могу. Да не в ту сторону. Линк. Что ты творишь? Не в ту сторону ты это сделал. Так. Вот, повернись. Давай. Черт. Да, палка сломалась. Так. Возьмем вот это вот. Не подходи ко мне. На тебе. Да, черт. Я сейчас могу сдохнуть. Могу сдохнуть. Хотел палку взять, но что-то как-то опасно. Буду, короче, на расстоянии их ломать. На тебе. Все. Всеми поконченными. Ух. У меня осталось там... Сколько это получается? Три четверти от сердечки. Ну, нормально их тут, этих охранников, големов. Давай пожрем. Съем гриб. Кстати, что больше восстанавливает? Яблоко больше восстанавливает. Поэтому яблоко. Все, отожрались. Здоровье восстановили. Бежим дальше. Кстати, именно сюда-то нам и нужно. Зельда нас попросила прийти вот к этому месту. К этому храму. Так что мы, наверное, пути. Здорово. Это дворецкий, который нам что-нибудь сейчас расскажет. Приветствую. Вы, наверное, пришли на аппетитный запах. Говорят, продукты питания становятся ароматнее, если обжарить их на костре. Да и в целом вкуснее питательнее. Да-да-да, мы это знаем. Поэтому мы сейчас займемся обжаркой. Подходим к костру. О, тут, кстати, жареный небовичок есть. Подходим к костру и берем сырые небовички. Сколько можно взять в руки? Пять штук. Отлично. И кладем их. Пускай они тут жарятся. Надеюсь, они все жарятся. Ой, что-то загорелось. А, ну, в принципе, оно так и жарится. Оно вначале горит, а потом... Фух! Чуть сам не сгорел. Так, и яблоко я еще хочу. Яблоко пожарить. Печеные яблоки тоже очень вкусные. Взять в руки. Как раз у меня их тут. Черт, еще одного яблока не хватило. Так. Давай, запекайся. Вот, чудесно. Печеное яблоко. Шикарно. Жрачка есть. Все, огонь. Идем к храму. Наверняка он тоже охраняется очень хорошо. Поэтому... Поэтому... Ну, дубинка у меня одета. Надета, одета. В общем, я вооружен. Ну, да. Я был прав. Так. Он еще и со щитом. Он еще со щитом. Придется как-то пробиваться. Опа! Бежим, 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 бежим. Давай сильный удар. Линк. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я пожрать, я пожрать. Ух! Я всего лишь пожрать хотел отбежать. Ну, ладно. Со щитом не честно. Так, где мои печеные яблоки? Съесть? И вот еще съесть. И еще съешь. Ладно, поднимаемся по новой наверх. Эй, терминатор, я здесь. Только в этот раз я сделаю вот что. И на тебе. Он потерял щит. Хватаем его. Хватаем, хватаем щит. Он еще и меч потерял. Вообще шикардос. Щит сразу же оделся. Меч тоже надеваем. Ага. Теперь я сочетам. А ты без всего. Все. Разобрались с ним. Очень быстро. Надо было сразу в него просто кинуть что-нибудь, да и все. И не париться. Так. Тут какие-то развалины. Шестереночки. Но это для нас не важно. Важно вот что. Войти в храм. Здесь мы, наверное, встретим Зельду. Врата откроются лишь тому, кто владеет силой. Прости. Я не хотел тебя напугать. Это я говорил с тобой. Ультра-рука принадлежала когда-то мне. Я Рауру. Рауру. Хозяин ультра-руки. Извини за столь внезапное появление и мой внешний вид. Если вкратце, то у меня больше нет тела. Итак. Ультра-рука, конечно, могла бы открыть врата. Но, по всей видимости, она лишилась своих сил. Их можно восстановить, если найти места, заполненные священным светом. Да. Тебе стоит посетить святилища на этом острове. В них ты восстановишь силы руки. Ну вот. Я опять разговариваю с призраками. В первой части я общался с дедулей-призраком. А тут с Рауру. Похожим на... Я не знаю, на кого он похож. На какого-то зверя. Так. Открыть дневник, значит. Закрытые врата. Найдите Зельду. Ну, понятно. Понятно, понятно, понятно. Все ясно. Нам теперь нужно просто идти в святилище, чтобы восстановить силу руки. По-другому, как бы, вообще никак. Поскольку светилище ближайшее вот это, мы в него и пойдем. Предлагаю аккуратненько спуститься. Знаешь, чего не хватает? Параплана. Нашего параплана. Опля. О, лук. Пойдем-ка отожмем его. Там лучник. Кину в него палку. Он подбросит лук, и я его схвачу. О, стрела, кстати. Ничего себе. Ты что, тут практиковался, что ли? А есть лук тут? Я бы и с лука пострелял в него, не кидая палки. Так, лук, лук, лук. Может, он тут валяется? Просто я не вижу. Не, его тут нету. Его тут нету. Ладно. Подходим аккуратненько. Вот так вот. Он сбросил лук? Где лук? Где лук? Нет, не бери его. Не успел. Ладно, возьму меч. Просто подошел ему, в упор по щам надавал. По ему глазу красному. Все, лук у меня есть. Теперь мы можем стрелять с лука. Это шикарно. Натянем тетиву. Вот. Просто круто. Так, а как, вот, тетиву хотел отпустить, чтобы он не стрельнуть. А то стрел-то маловато. Ну что, ребятки, я теперь с луком. Хотите посмотреть на то, как я стреляю с лука. Опа. А теперь добивающий. У меня меч почти сломался, елки. Что, ну здорово. Комбинация лука и меча или палки, что-то у меня было. Это шикарно. А я, кстати, уже дошел до святилища. Мне вот тут вот просто подняться нужно. Опа. Нитра. Надо будет прокачивать выносливость, потому что она не к черту. И сердечки, конечно же. Прыдковик. Шикарный гриб, который повышает выносливость. Так, еще один. Давай мы сделаем водку. Ну что, я почти, почти забрался. Или не почти. Тихо. Тихо. Давай просто отсюда вот так вот и все. Я здесь. В святилище Укоуха. Всегда обожал название святилищ. Пик выговоришь. Что вот это за синий кружочек появляется? Не понимаю. О-о-о. Прикольно. Какой глубокий камень, да? Ладно, пошли. Короче, камень это всего лишь портал. Оригинальненько. Ты добрался сюда. Это святилище света. Когда-то я наполнил его силой света, дабы заточить зло. Сила света пронизывает это святилище. Ты достал уже сила света, сила света, сила света. У тебя во всех предложениях сила света. Я уверен, что здесь ты восстановишь одну из утерянных функций ультро-руки. Теперь протяни правую руку. Держи. Комбикинез. Функция, позволяющая передвигать объект на расстоянии. Схваченный объект можно также вращать и прикреплять его к другим объектам. О, круто. Вот самая прикольная фишка, это то, что можно объект с объектом прикрепить, склеивать между друг другом. Это одна из утраченных функций ультро-руки. Она называется комбикинез. С ее помощью можно перемещать и соединять предметы. Используя ее, ты сможешь создавать любые фигуры и конструкции. Примени комбикинез так, чтобы добраться до конца святилища, и он перейдет к тебе. Ну, лады, не вопрос. Для активации, короче, все ясно. Дар создания. Святилище Уко-Ухо. Ну вот, начнем, значит. Врубаем мой комбикинез. Хватаем вот эту доску. Опа. Кидаем ее сюда. Переходим. И вот тут вот уже, вот тут вот уже. Нужна длинная какая-то, длинный мостик. Давай объединим, значит, два вот этих вот помоста. Давай. Надо его положить, только чтобы ровно все было. Кидаем. И объединяем. Склеивайся. Вот и склеили. Склеивается каким-то слаймиком, я не знаю, смотри. Жижа какая-то зеленая. Теперь берем, значит, вот эту нашу конструкцию. И кладем ее сюда. Вот так вот. И вон там справа вверху я уже вижу сундук, куда нам тоже поможет добраться вот эта наша конструкция. Ну и вот первая функция крутая с Зельдой. То, что мы можем крафтить объекты, соединять их как минимум. Сейчас мы потащим. Вот, я думаю, что потащили уже. Кидаем ее. Вот. Тихонечко взбираемся. И что же тут в нашем сундучке? Давай, открывай ее. О, пинком по сундуку, как старые добрые времена. Янтарь. Янтарь нашли, ну здорово. Дальше что нас будет ждать? Огромная просто пещеречка. Ага, вон конец святилища. Вагонетки какие интересные тут катаются. Ну, тут все просто. Нам просто нужно сделать такую же вагонетку, как сверху проехалось. Вот у нас для этого есть вот такая вот деревяшка. Эй. Мы ее сейчас тут развернем. Кинем на пол. Вот. Вот так вот. Кидаем. И теперь нужно просто крюк присоединить к ней. Давай. Разворот. Вот так, я думаю, пойдет. Цепим ее посерединке. И все это нужно теперь, ну давай же, вот на эту монорельсу зацепить. Готово. Запрыгиваем и поехали. Вперед. В атаку. Е-е-е-е. Ю-ху. Вот и все. Вот и пройдено святилище. Пока что все на изи. Но дальше будет вообще жопа. Отдайте мне комбики НЭС. Я его заслужил. Ты добрался сюда, с блеском пройдя испытания. Мы озарим тебя хранящимся здесь светом, который изгонит зло. Хватай, побежали отсюда. Прикольно, да? То, что рука черная, как будто она демоническая. Ну, типа, черная рука, которая будет бороться со злом. Забавно как-то это. Пусть частица света наделит тебя силой. Ну, жикарно. У нас теперь есть комбики НЭС. Ты прекрасно справился со всеми трудностями в святилище. И восстановил одну способность. Если пройдешь еще два святилища, сможешь открыть врата храма времени. Если отметишь меткое отдельное святилище, то до них будет легче добраться. Нужно просто использовать визор Puran Shed. А ты откуда знаешь про Puran Shed? А, ну ты же в моей руке сидишь, господи. Все. Я забыл, что ты тоже мысли мои читать умеешь, типа. Так. Значит, нажмите вот эту и отметьте вот так вот. Ладно. Следующее святилище вон там я вижу. И где еще святилище? Есть еще святилище? А где еще святилище? Их должно же было быть три. Так, я не понял. Где-то еще одно святилище должно быть. А, вон оно. Походу это оно, да? Ну-ка. Да. Ой. Ой-ой-ой. Значит, метка туда. Блин, а другое святилище где-то висяко-висяко-висяко в горах. Вон оно. Ой, там снег. Обалдеть. Значит, метка сюда. Все, метки поставил. Теперь мне будет проще добраться до них, да? Я правильно же понимаю? Ладно, спускаемся теперь с этой горочки. И пойдем. Так, подожди. Куда ближе? Давай я карту включу. Посмотрю, куда ближе вообще добираться мне будет. Одинаково. Что туда, что туда. Вообще пофигу. Давай спрыгнем в воду. Айтонский городовой. Я же в воду хотел. Случайно так вышло. Ладно, в этот раз я сделаю все правильно. Вот сюда подойду и спрыгну вот так вот. Вот и все. Ну вот мы и добрались до конструкции с монорельсом. Нам придется спуститься вниз. Для этого нам понадобится вот эта вот штучка. Мы можем здесь вообще натворить такую ерунду, что это нифига работать никогда в жизни не будем, потому что мы инженер от бога. Вообще интересно, Линк знает, что такое инженерия или нет? Так. Цепляем эту штучку сюда. Я сделаю две таких. А можно и даже три шлепнуть, слушай. Почему бы и нет? И цепляем. Вот сюда. Ладно, две хватит. Три не буду делать. Слишком жирно получается. На монорельсу ставим. Вот. И поехали. Кати меня, моя колесница самодельная. Самый низ. Отлично. Поехали. О! О! Там Рауру и это. Горничная, я хотел сказать. Этот, как он там, блин? Прислужник-то. Господи. Топор, что ли? Топор. А, ко мне топор. Так, подожди. Я хочу проверить эту фишку. Она тут работает? Можно? Рубить деревья. Да, рубить деревья можно. Отлично. О! Что это? Карокская вая. Загадочный лист, за которым вполне мог бы кто-нибудь прятаться. Имеет ограниченный целебный свой... О! Он, короче, лечит. Ну и хорошо. Это хорошо. Так, у нас есть дрова. Потом мы сейчас можем при помощи них развести костер. Ну и давайте поговорим с этим чувачком. Плотник его зовут. Не отрывайте взгляд. Стоять прямо напротив. Хм. Простите, я был слишком сосредоточен на заготовке бревен. Вы тоже пришли рубить деревья? Да, не то чтобы, просто мимо проходил. А, я понял, извините. Если вы все же захотите рубить деревья, там есть топор, который мне не нужен. Можете его взять. Ой, уже так поздно. Наверное, я пропустил звон часового колокола. Я закончу работу на сегодня, пожалуй. Ну, давай. Иди отдохни. Так, Рауру, ты что тут делаешь? А-а-а. Надо же. Они до сих пор трудятся. Изначально они были созданы, чтобы помогать нам в разной работе. Мы все их очень любили. Я и не думал, что они до сих пор продолжают работать. Знаешь, мне даже приятно видеть, что они без нас трудятся, как ни в чем не бывало. Ну да, прикольно, что големы, роботы, которых вы создали, до сих пор работают. Так, дрова нашли. И что тут? Энергзонар. Для чего здесь бревна? Кстати, тут вот смотри, уже показывают нам, что типа, если ты найдешь парус, соединишь бревна, то ты сможешь сделать плод. И типа, плавать уже с ним. Почему бы и нет? Куда нам идти-то вообще? Я запутался. Вон туда, в ту сторону, да? Блин, я же сдох и метки все сбросились. Черт подери. И куда мне теперь бежать? Я потерялся, потерялся. Ладно, бегу наугад. И без меток спрямлюсь. О, туда я не проберусь, потому что мне нужно сделать мост. Мост, конечно же, будет из бревен. Вот так вот кидаем. И соединяем все это дело. Интересно, такого будет достаточно? Бревна. Так, бревнышко, не подведи меня, пожалуйста. Давай, я тебя разверну. Тебя должно хватить. Что, не хватает, что ли? Ну, давай же. А, вот-вот-вот-вот, хватает. Все. Отлично. Теперь главное мне не упасть. Мы здесь. Фух. Мы перебрались. А, это не светилища? Нет, это просто камень там. Какой-то камень валяется. Так. Мы можем при помощи вот этой штуки перебраться на тот остров. Вот сюда. Вроде бы как. Давай здесь вот подвинем все это дело. Ну-ка. Да, почему ты не залез? Почему ты парировать? Я мог парировать, но... Я упал очень далеко. На земле Хайру. Почему ты не зацепился за эту штуку? Вот, скажи мне, дружище. Вот. Просто взял и зацепился. Что-то Алинк, походу, подустал. Надо тоже скоро перерывчик делать. Сейчас я тут все обучу. Пройдем еще одно светилище. И, наверное, будем закругляться. Так, топор оставим. Бери палку. Меч я потом куда-нибудь в кого-нибудь запущу. Ничего нету. А в сундуке? Янтарь. Лучше бы дали какое-нибудь оружие крутое. Пойдем вон к костру. Сходим. Там тоже какой-то робот есть. Жирафчик. И у него, кстати, между прочим, топорик лежит. Так, так, так. А, это лук вообще. И 10 стрел. Давай возьмем. А, ты охотник? Ты охотишься на кого-то? Где дичь? Вон дичь. Кстати, почему бы мне тоже не поохотиться? Так. Сейчас, подожди. Мне как раз мясо нужно. Да, из меня охотник такой себе, конечно. Блин. Проще палкой задубасить. Надо было в голову стрелять на самом-то деле. Давай присядем в траве. Да, блин. Палку выкинул. Не то случайно нажал и палку выкинул. Так, стой, птиц. Стой, 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 стой. Есть. По жопе попал. Есть. Все. Ура, мясо. Сырое филе. Ништяк. Давай его пожарим. Сейчас зажарим мяско. Два штуки целых. Взять в руки. И пожарить. Сырое мясо же не гоже есть так просто. Сырое мясо превращается... Ну, давай уже в жареное. Во. Стойки. Жареное филе. Шикарно. Восполню сейчас здоровье яблочком. Хватит. Так, ну с этим чуваком, я думаю, нет смысла говорить. Тихо. Я охочусь. Тогда я лучше пойду. Короче, знаешь, почему мне было тяжело прицеливаться? Потому что у меня был включен гироскоп. А теперь я его отключил, и у меня все шикарно. О, что это за цветочек такой? Ну-ка, ну-ка. Бодролук. Который бодрит. Поэтому он бодролук. Во. Во, цвятилище. Нашел. Точнее, дошел. Но до него так просто не добраться, по всей видимости. А, это что такое? Я хочу к другу. Погоди, это что, корок, что ли? О, приветики. Точно, корок. Вот незадача. И где же теперь мой друг? Че? Ты и правда видишь меня? Я корок лесной дух. Я путешествую вместе со своим другом. Но мы с другом по дороге потерялись. Друг друга потеряли. А, вон твой друг. Понятно. Кажется, он пытается подать дымовой сигнал. Наверное, он уже ждет меня. Мне надо быстрее к нему. Но у меня совсем нет сил, чтобы продолжить путь. Я бы сказал, что ты очень тяжелый рюкзак тащишь. Который тебе не по силам. Ладно, поможем мы, значит, нашему миленькому маленькому другу. Перетащим его туда. При помощи плота. Воздушного. Так, давай мы тебя склеим сейчас. Так. Слели. Вот это мы поворачиваем. Разворачиваем. И клеим. Вот так вот. Так, стой, 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 стой. Нет, ты пока еще не катишься. Ты, ну... Подожди нас. Мне нужно забрать корока. О, кстати, грибок зелененький, надо взять. Бодренок. И теперь ты. Опа. Тебя крепим сюда. И поехали. Все вместе. Толпой. Ю-ху. Давай, 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 вагонеточка, пошустрей. Хотя сложно назвать это вагонеткой. Вот мы и добрались. К твоему другу. Так. Иди сюда. Отрываем. И кладем его сюда. О, кстати, парус. Вот мы и встретились. Наконец-то ты тут. Он даже повернуться к своему другану не может. Я добрался, спасибо тебе. Ты привел моего друга, спасибо. Вот примет меня это скромное вознаграждение. Корокуская семечка, два штука. Пока-пока. Ну вот. Сними уже рюкзак. Вон, как твой товарищ сделал. Что у нас здесь на этом островке есть? Если что-то тут есть. Есть вот эти вот ящики, в которых, возможно, что-то есть. Стрела. Теперь нам нужно спуститься отсюда. Тут вот есть еще одна монорельса, по которой мы, наверное, спустимся без всяких проблем. Так. Я вот это возьму. И я знаешь, что думаю? Я думаю, что, скорее всего, нам понадобится парус. Нам понадобится парус. Я где-то его тут видел. Пожалуй, я его тоже с собой возьму. Просто прицеплю. Ну так, чтобы он тут был. Прикрепить вот так вот. Надеюсь, я все правильно делаю. Поехали. Поскольку, я не знаю, там внизу будет что-то. Ну, в плане, паруса или что-нибудь такого. Или нет. А он нам тут пригодится, чтобы переплыть к святилищу. По-другому тут, как бы, видимо, никак. В плафе я не доплыву. У меня выносливости не хватит. Ух, витрище-то какое. Так, подожди. Вначале давай мы парус здесь сделаем. Вот это вот надо отцепить. Отцепляйся. Кинем здесь. Теперь парус выцепляем. Вот. Вот. Развернули его. Крепим сюда. Да. И мне кажется, что надо еще бревно. Поэтому давай мы сейчас срубим дерево. Так. Вот. О, шишка. Точнее, желудь. И вот это вот бревно. Чтобы, ну, просто не перевернуться нафиг на воде. Такое тоже может быть, правильно? Вот. Настоящий плод. И давай тогда мы сделаем посерединке эту штучку. Парус, в смысле, посерединке. Вот так вот. Ставим на воду. В надежде на то, что он не уплывет от нас. Так, быстрей сюда. Быстрее, быстрее, быстрее. Поплыли. Юху. Шикарно. Только плывем мы, по-моему, не в ту сторону немножечко. Ну ладно. Ну и ладно. Там водопад, кстати. Интересно, в водопаде была пещера, в которой что-нибудь скрыта? Я поторопился. Надо было вернуться туда, что ли? Или не вернемся? Ну ладно. Потом. Потом придумаем что-нибудь. Скорее всего, надо будет вернуться, потому что с этого острова нам никуда не деться. Так. Ветер дует в нужную нам сторону, но... Боюсь, что придется нам немножечко поплавать. Да. Придется поплавать, потому что мы причалили немного не туда. Так. Ну давай. Все. Выносливости мне должно хватить, чтобы доплыть. Еее. Отлично. Прям как надо. Что ж? Что-то там поломано у нас. О, нифига себе. Слушай, у меня для тебя сюрприз. Меч. На. Так, отбил. Желет чучу. Давненько я их не видел, этих чучу. А там у нас что? Деревья. Деревья как сгибает. О, еще один чуча. Ну мы с ним разберемся при помощи палки. Готов. Чучу лучу. Нам наверх. Ну я вижу тут пещеру. Ну если это можно назвать пещерой. Нора какая-то картовая. Так. А, ну тут видишь завал. Не пробраться просто так. Ясно. Может быть, мы сейчас получим способность, которая поможет нам такие завалы открывать. В этом светилище. Тут же светилище. Вон оно наверху. Сейчас оно нам расскажет, чего кого. О. Дружбан, иди сюда. Иди сюда. Лови палку. Палку выкинул. Выкинул палку. Я твою палку беру и тебя добиваю. Шикарно. Смотри, какая дубина. Толстая палка. Вот это я понимаю дубиночка. Давай теперь наверх поднимемся. Посмотрим, что там в светилище. Светилище Ин-Иса. Светилище Ин-Иса. А, ты добрался. Протяни правую руку. Чаромонтаж. Функция, позволяющая прикреплять предмет к используемому оружию или щиту, чтобы создать новое снаряжение. Предмет можно и отсоединить, но он будет разрушен. Круто. Это одна из утерянных функций ультраруки. Она называется чаромонтаж. С ее помощью можно увеличить мощь оружия или щита, прикрепив к нему предмет. Впереди будет меч. Возьми его, а затем примени к нему эту силу. Примени чаромонтаж так, чтобы добраться до конца светилища. И он перейдет к тебе. По-любому заберу. Сберу чаромонтаж. Так. Вот он меч. Дар совмещения. Ржавый клеймор. Теперь. Мне нужно совместить его с чем-то. Меч. Меч, 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 меч. Вот, я выбираю тебя. Вот он меч. Меч. Давай, доставай меч. Вот. Теперь нужно соединить его с камнем. Да, вот убираем чаромонтаж. И соединяем. С ржавым клеймором. Оу, круто! Так, а если я уберу меч? Подожди, убери меч. Смотри, какой булыжник стал маленький, когда я меч убираю. Когда достаю, он больше становится. Вот. А был еще больше до чаромонтажа. Прикол. Так, ну вот. Вот такая функция мне уже нравится. Подожди, а давай на щит еще тоже шлепнем камень. Чаромонтаж и на щит. Е-е-е. У меня на щите... Ха, я теперь как черепашка. Предметы, прикрепленные к оружию чаромонтажом, можно... Что-то там. Давай разобьем эту штуку. О-о-о, круто! Вот это мощь, да? Вот это сила. Что у нас тут имеется? О, сундук! Сундук, я же сломаю эту штуку. Обалдеть! Крутяк! Забираем стрелы. Есть еще что-нибудь там наверху? Нет. Здесь нету. Вон там вижу сундук тоже. Хорошо, сейчас его достанем. Это что у нас? Огнефрукт. Короче, этот фрукт умеет гореть. Ясно. Я уже догадываюсь, что нужно сделать. Тут вот стрелы, пожалуйста, лук. Да! Нам, короче, нужно лук с огнефруктом объединить. Чтобы поджечь... Вон те ветки, на которых... А, это даже, ну, подставку деревянную поджечь. Хорошо. Теперь включаем... А, стой. Где этот огнефрукт? Огнефрукт. Где? Вот он. Вот огнефрукт. Нифига себе. И стреляем туда. Там все загорелось. Сундук упал. Отлично. Прикольно! Вот это класс! Офигенные техники. Ключ к двери светилища света. Блин, это тут даже круче, чем крафт. Оружие можешь тебе, какое хочешь, замутить. Это прикольно. Единственное, я не понял, как его разбирать. Ну, допустим, чтобы снять камень с меча. Там было написано, что если ты начнешь это все делать, ну, демонтировать, то... Что-то разрушится. То ли камень, то ли меч. Вот это я не до конца понял. И не объяснили, как разбирать толком-то. Что у нас тут? Тут камни лежат и... Ага, битва сейчас будет у нас. Нифига себе, у тебя хлыст есть. А, нет, он скрипел. Понятно. И что мне делать? Так, а если я в него брошу этот меч? Ох ты, он бьется-то больно. На тебе. Это не помогло. Это не помогло. Я убегаю, я убегаю. Наверх, наверх, наверх. Оу, больно. Подожди, надо что-нибудь сажать. Где там у меня приготовленная еда? Вот, стейк, филе, давай, кушай. И грибочек закуси. Офигеть. Так, что у нас тут? Удачненько я залез. Длинная палка и... Как аккуратно. Он там еще стреляет с лука, по-моему. Давай шип нацепим на палку нашу. Усилим шип. Длинная палка. Степляем. Во! Что, ты стреляешь, да, в меня? Промахнулся. Я прыгаю к тебе. А можно даже не прыгать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вставай, 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 вставай. Черт. Больновато. Убегаем, убегаем, убегаем. Валим, 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 валим. Вот сюда спрыгиваем. Какой-то он убер-пупер сильный. Еще похомячим, значит, филешку. И грибочек. А там еще, видел, другая сторона есть. Что, потерял меня? А я здесь. Привет. Черт. Так, если я в тебя просто запущу какое-то копье. Вот так-то лучше. Забираем у него меч модифицированный. Рок голема капитана. А, это капитан был вообще. И лук голема. О, вот это здорово. Лук голема, мощный какой-то там. Так, знаешь, что я хочу? Я хочу вот стрелу забрать. Стрелы забрали. И вот тут, посмотрите, что тут у нас. Огнефрукт тут есть. Слушай, а может быть, надо было огнефрукт прикрепить к палке, а не тот шип? Тогда бы проще было бы. Ладно, не важно. Достаем наш меч и ломаем здесь все. Обалдеть, да, какая мощь? Кстати, я теперь понял, как в пещеру ту попасть. Где завал был. Мы просто сейчас вот этим мечом придем туда и завал этот разобьем. И все. Ты добрался сюда с блеском. Ну, это я пропускаю. Тут все одно и то же. Господин Линк. Дворецкий тут прибежал. Я забыл вам кое-что отдать, поэтому я здесь. Вот, возьмите, пожалуйста. Что ты там притащил? А это что такое? Конденсатор. Устройство, полученное от голема. Его можно повесить на пояс. Это конденсатор. Он нужен для инструментов, известных как механизмы Занайи, которые используются в этих землях. Но прямо здесь механизмов Занайи нет, поэтому... Обратитесь к големам на противоположном конце пещеры впереди. Один из них научит вас ими пользоваться. Надеюсь, вы найдете конденсатору отличное применение. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Это круто. Так, я думаю, что пора закругляться. По таймингу капец мы сколько уже играем, поэтому... Если тебе понравилось и ты хотел бы увидеть продолжение, я знаю, что большинство хотят увидеть продолжение, потому что игра купительная. Дальше мы будем крафтить невероятные машины, крутые всякие штуки, оружие, всего-всего-всего. Поэтому ставь лайк, подписывайся, чтобы не пропустить следующих серий. И увидимся в новом ролике. Так что до встречи.